Здравствуйте, друзья! В связи с последними событиями в Харькове прошел марш едности, в котором приняли участие тысячи людей. Харьковчане с украинской символикой прошли по улицам города, чтобы напомнить российским политикам, что Харьков это Украина и никаких освободителей на танках из РФ в этом городе не ждут. В сети уже опубликовали множество фото и видео с этой акции. И эти фотографии и видео позволяют оценить масштабы. Видно, что действительно у харьковчан этот вопрос наболевший. И они действительно не хотят, чтобы Харьков превратился в такую же нищую и разоренную дыру, в которую так называемые освободители и защитники русскоязычного населения уже превратили Донбасс. Вот это очень важно. У харьковчан есть пример Донбасса перед глазами. И конечно же никто из жителей Харькова не хочет, чтобы их замечательный город повторил судьбу Донецка, который тоже был когда-то богатым, успешным мегаполисом и в котором уже 8 лет действует комендантский час, закрылись все банки, не работает половина магазинов, не работает аэропорт, не существует вообще авиасообщения, практически нет железнодорожного сообщения. Словом, город провалился фактически в средневековье, в нищету. И конечно можно понять харьковчан, реально харьковчане не хотят для своего города такой судьбы. А если кто-то хочет для Харькова такой судьбы, то понятно, что этот человек очень не любит Харьков. Российские журналисты, эксперты, политики, 8-й год с пеной у рта убеждают нас, что всех этих людей не существует. Якобы Харьков это русский город, который страшно страдает в Украине и только и ждет, когда его освободят. Но как мы видим, реальность другая. И об этой реальности стыдливо молчат. Эту реальность на федеральных каналах РФ никогда не покажут. Ну а наша задача, соответственно, вот эту реальность донести до максимального количества людей. Донести правду о том, что на самом деле происходит на Юго-Востоке. Какие на самом деле там настроения. Там на самом деле есть огромное количество людей, которые считают себя украинцами. Не хотят, чтобы их отрывали, куда-то присоединяли к другой стране. От кого-то освобождали и так далее. Вот эту правду нужно доносить. Вот эту правдивую информацию нужно распространять. Поэтому давайте по максимуму поделимся этим видео. Давайте по максимуму поделимся фотками и видео из Харькова. Помогите распространить эту информацию. Поделитесь ей в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал. Ну а если вам нравится то, что я делаю. И вы считаете, что мои видеоблоги полезны. Вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.